так бегу щас на почту окажется воскресенье почта у нас работает буквально недолго то есть перед отправкой хочу кое-что рассказать про носик для тигеля носик ну тут носик уже люди покупают тогда когда они перетечили тигель его начинает протекать когда достигается эффект протекание тигеля люди начинают думать какой надо найти выход но это покупка носика изначально как бы перед росточка тигеля надо вырастать чуть пошагово души но через такое отверстие по-любому никогда не пролется большой груз нормально без облоя ну вот там как раковины такие нагрузки то есть когда тонкая струйка и когда в тигеле очень мало свинца то должен быть хороший объем свинца чтобы он мог продавливать через носик и попадать форму ну и естественно широкое отверстие но отверстие должно быть не шире от клапана которые в тигеле есть сниму следующее видео покажу этот клапан диаметр сниму то есть нельзя переточить но сделать отверстие больше чем сам клапан ну то есть отправляю сейчас этот носик потому что вот так оно бывает что перетачиваешь и он начинает протекать а когда тигель протекает ну что можно сделать его допустим можно поставить какую-то турку баночку что туда он капал свинец потому что она постепенно так почти капает кап кап капаешь до полного стыкана добегает можно еще допустим дать утяжелитель на ручку тигеля чтобы она как бы придавливала клапан туда он может не протекать так и вот спирали запасная вот спираль как правило у тигеля выходит из строя где-то через год-полтора активной работы по 8 часов в день работать на тигеле хочешь не хочешь через год-полтора в самый такой неудачный момент она начинает выходить из строя отрезкается и ломается аналогов практически нет то есть надо очень долго искать на рынке чтобы найти тигель как ну эту спираль которая подойдет по размеру под горшок тигеля или про 420 ну чтобы не морочиться можно купить как бы спираль эту сразу же когда покупаете тигель покупайте носик запасной чтобы и спираль и тогда периметировать спокойно знаю то что если что-то в этом закосячить это крайней мере носик можно будет поменять расточка пошагово то есть по чуть-чуть расточили провелили посмотрели то есть вот у нас там 800 грамм грузила да лучше минимального но растачивать носик то есть расточили чуть-чуть пролили если нормально проливается дальше не растачиваем то есть 100 грамм пролилась без раковин на грузике туда останавливаем останавливаем расточку и все больше не трогают носик и сижу совсем плохо то растачим дальше окей все если кому было полезно ставьте лайки подписывайтесь наш канал